всем привет меня зовут василий мельяненко я вам расскажу как филировать камбалу в интернете все камбалу рубят запекают целиком еще что-то делают я хочу показать как снять филе с костей чтобы вы кушали чистейший премиальный продукт для начала нужно выбрать хорошую камбалу смотрите на что нужно обращать внимание во-первых камбала должна вся блестеть это означает что она недавно была выловлена потом вся промысловая рыба она идет без головы потому что на стадии вылова головы обрезаются и выкидываются должны быть яркие пятна говорящие о том что эта рыба свежая это тоже является показателем плавники должны быть эластичные все потому что часто при заморозке когда плавник застывает полностью при перекладывании или еще плавники обламываются живот у камбала должен быть идеально белый как доска как снег никаких ржавых пятен еще чего-то темных черных не должно быть когда у вас визуал совпадает с тем что я рассказал тогда вы берете ее и нюхаете она не должна пахнуть никакой камбала она должна пахнуть свежим морем рыбой она должна пахнуть так чтобы вам было приятно ее купить нам нужно взять нож flexible на них бывает написано магазинах гнущийся мягкий нож но не очень длинный потому что рыба маленькая нам неудобно будет ее разделать короткий мягкий нож соответственно смотрим где у нас позвоночник где у нас позвоночник делаем напротив позвоночника по позвоночнику надрез от головы к хвосту все мы видим у нас появился надрез вот так упираете нож ничего страшного он упирается в позвоночник или в реберную кость вы не ошибетесь главное не разрезайте кость насквозь теперь когда мы получили такой разрез начинаем подрезать подрезать и приподнимать рукой поэтому когда мы чуть подрезали мы можем идти мы прям зачем нам нужен мягкий нож для того чтобы удобно было огибать кости то есть мы просто начинаем приподнимая филе срезать его с кости ничего сложного просто немножко немножко усидчивости внимание и сноровки все сделайте это один раз у вас получится потом снова и снова будет получаться как будто вы это делаете с детства все вот смотрите что получается я иду подгибаю нож вернее плоскостью всей давлю и иду по костям вот они кости нам ничего не нужно здесь никакого дополнительного знания мы должны понимать и видеть что кость у нас идет параллельно полу все дальше смотрите вот эти плавнички они у нас остаются мы надрез делаем вот здесь здесь можно предварительно кто-то вот делает надрез заранее здесь я его заранее не делаю надрез потому что когда у нас филе в руке мы можем спокойно идти по костяшкам и соответственно не трогая плавников просто обрезать кожу здесь у камбала очень мелкая чешуя видите чистейшее филе у меня получилось об ровненькая красивая готовая к термообработке дальше мы переворачиваем камбалу в эту сторону и начинаем огибать позвоночник смотрим где у нас с этой стороны нужно быть внимательнее потому что здесь у нас брюшная полость поэтому пальцем чуть поддерживаем смотрим смотрим куда идет нож все как только нож у нас пошел в нужное русло соответственно делаем то же самое об виде все очень просто нож сам как бы идет по этим костям ничего сложного не в этом нет вообще простейшее действие все смотрите филе щеки у нас до снялась опять же здесь поглядываем как нам срезать все это срезали потом видите чистое филе чистые кости филе у нас здесь когда мы срезали филе у нас есть вот такая вот часть и на закон называют пред плавниковой частью она во время жарки у нас отойдет но на самом деле я эту часть никогда не обрезаем многие повара говорят нужно обрезать ее для того чтобы она потом не крошилась в процессе термообработки вот эту штуку не обрезайте никогда она жирная самая вкусная реально самая вкусная часть вторая часть филе у нас готова и понятное дело то же самое делаем с обратной стороны и у вас не должно остаться ни капли мяса это будет показателем качество разделки рыбы теперь вы знаете как разделать камбалу подписывайтесь на наш канал а я приготовлю ваше настроение приятного аппетита